Я создаю свои картины из полудрагоценных камней. Это своеобразная живопись камнями. Это такие камни, как русский чароид, агаты, сардониксы. Камни, они тоже все соединяются во что-то цельное. Ты чувствуешь на физическом уровне, как один камень тянется к другому, соприкасается. Из этого рождается композиция. Они друг с другом соединяются, и просто идет такой волшебный процесс. Как нет одинаковых глаз у людей, так нет одинаковых минералов. Конечно, все начинается с эскиза, и часто этот эскиз запечатлен просто у меня в памяти. У меня масса картин, которые я могу как в компьютере в своей памяти перебирать. Идет подборка материала. Я знаю, какие камни должны быть на каком месте, что где должно быть расположено. А физически это очень большой труд, потому что у меня сложная техника пришивания. Я не наклеиваю камни. У меня все идет через специальные техники пришивания. Камни вышиты на бархате, на других материалах. Если у художников есть муза, вот это у нас музел. Я думаю, что никто не может спланировать, как он выйдет на какой-то вид искусства. Потому что это как рождение ребенка. Всем все известно, но это таинство. Я очень много занималась мозаикой и витражами. Я думаю, что это по набору, вот здесь видно, сродни мозаике. Только она выполнена в других материалах. Если там этот материал смальта, и ты его колешь под размер, то тут камень тебе предлагает свои условия выкладки. Вообще я склонна, склонность у меня к большим, к очень масштабным проектам. Вот я делаю сейчас серию русских икон. Владимирская, Казанская, Умиление. Эта работа долго. Очень длится, это уже 5-6 лет. Это вообще особый. Тут ты должен работать только в благодати. Вот здесь вот как раз если суета, то работу надо оставлять. Вот, например, картина «Врата рая». Если внимательно смотреть, можно увидеть виноградную лозу, символ веры. Можно увидеть скрытое сердце, потому что в рай ты входишь по сердцу своему. И можно увидеть очень узкий этот вход, потому что не всем дано достигнуть его. Вот основные такие картины. Здесь все сделано под цветущий сад, что и является раем. И вот здесь два цветка лилии, они как два ангела с крыльями. Я думаю, что художник должен быть очень насыщен, он должен быть очень начитан, должен быть знаком с великими произведениями искусства, должно быть великолепное образование. Тогда ты сильнее сможешь себя выразить. Искусство – это не действие смотреть, это действие чувствовать. То есть своим творчеством ты как художник должен заставить человека почувствовать то же, что чувствуешь и ты, ту же красоту, тот же смысл. И поэтому я считаю, что искусство должно быть мудрым, красивым, оно должно быть всепоглощающим, оно не должно оставлять человека равнодушным. Мы должны делать человека лучше. Искусство, оно должно делать человека лучше. Искусство рождает вечность. Потому что я считаю, что талант, данность такая, это своеобразный билет в бессмертие. Талантливый человек, который себя смог реализовать, смог свой талант показать людям, сделать что-то вечное, он становится в своем творчестве бессмертным. Мы ведь любуемся картинами 15 века, 16 века, эпоха Возрождения. Восхищаемся. Это все мы черпаем из вечности. Это все бессмертные творения художников, которые бессмертными стали благодаря своему искусству. Поэтому искусство вечно. А художники, они передают это для людей посредством таланта. Вот я считаю так. Ну, бывает, что вот на пустом месте создают видимость искусства. Такой рзац. И много шума устраивает. То, что сейчас называется пиар. Ну, это наносное. Потому что настоящее отбирается веками, остается навеки. Ну, в этом и есть вечность настоящего. Я вообще считаю, что художник настоящий, любой, должен быть глыбой. Глыбой в том смысле, что его не должна касаться никакая суета. Он должен быть выше всего наносного. Он должен быть глубокий. Все удары судьбы он должен воспринимать, чтобы выражать себя в своем творчестве, трудиться. Потому что вообще стезия художника – это тяжелейший труд. Это терпение. И он должен идти через эти тернии к тому, что ему написано звездами. Очень бережно надо относиться к творцу. Ценность художника должна быть для людей священна. Вот это вот опасность времени. Сейчас все материальное. Иногда говорят, ну, а зачем ты это делаешь? Это же не приносит больших денег, миллионы, все. Но художник – это такой человек, что он живет только своим творчеством. Для него это воздух. Это жизнь. Если ты не делаешь того, что ты должен сделать, ты мучаешься. Я, например, для меня самое большое счастье – это когда я создаю свои картины. Вот когда я работаю, я живу. Все остальное – это только оттягивает от творчества. Творчество – это жизнь. Это вот для меня творить – это как дышать. Я вообще не могу без этого жить. То есть это поток. И когда картина готова, ты ее отпускаешь. И она начинает жить своей жизнью. Я вот знаю, что я к своей вершине, к какой-то вот на работе еще не подошла. То есть у меня еще только задуманы вот эти глобальные все произведения. И поэтому я не могу сказать, что какое-то вот есть такое упоение, удовлетворение. Об этом не думаешь, когда работаешь. Но, наверное, в этом и прелесть, наверное, в этом рост, в этом, наверное, юность творчества, что ты все время стремишься к чему-то. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова